Здарова! Сидел я, репу чесал. Думаю, надо выбрать самый лучший день, обязательно. Самое лучшее настроение прийти, я не знаю, там, с осанкой сесть, там это все сделать. Самая лучшая картинка и все так далее, потому что в это видео я хотел сделать обзором на эту гитару. Ну не просто даже обзор, мы-то понятно ее обозрим и отвечу я вам все-таки, в конце концов, я вам отвечу, сколько она мне стоила, эта гитара, мы с вами посмотрим ее поштучно, до копеек разберем. Но я хотел просто вот сделать это видео как история гитары моей мечты, или там история, как исполняются мечты и так далее. Но с коронавирусами, со всеми вот этими ситуациями я, короче, решил, ну сколько уже ждать. Ну тут пока ждешь, что-то другое случается, тут другие гитары приходят, надо какую-то другую тему развивать. Поэтому я сел, записал через микрофон. Вы у меня спрашиваете, почему микрофон не записываешь? Я записываю время от времени, сегодня я записал через микрофон. Сейчас я вам скажу какой. Shura SM57 Dynamic. И записал я это через мою звуковую карту Scarlett Solo 2i2. Записал, но все равно, это опять же, это как я тут нарулил звук, это такое дело. Мы с вами послушаем эту гитару. Но до того, как мы послушаем эту гитару, я хотел бы вам рассказать все-таки немножко, немножко гитарных историй. Все из вас, кто смотрит на эту гитару и ощущает те чувства, которые всегда ощущал я при виде на гитары типа Explorer. И не просто Explorer, как у Gibson, кроме Gibson, от определенного года у них вот тут есть такая вот накладка на Gibson. И эти гитары как-то у меня никогда не вызывали у меня такого особого возбуждения. Наоборот, я как-то на эту гитару смотрел, как немножко на Explorer-инвалида. То есть, была у меня возможность достать тех Explorer всегда. То есть, они 900 баксов, мне предлагали их в обмен там и так далее. Но это, я Explorer, да, это были изначально гитары. Вот те вот с накладками, с вот этими на электронике. Это были изначально гитары Explorer, которые там Gibson, это отдаю дань, дань уважения Gibson и так далее. Да, они изобрели эту форму первую. Сейчас я никак не хочу связаться с теми всеми судебными разбирательствами сейчас. Но они мне не нравились. Чисто лично мне не нравились. Почему? Потому что Джеймс Хэтфилл на них не играл. И мы с вами тут же по правде это все говорим. Если вы смотрите на гитару Explorer, вы представляете Джеймса Хэтфилда, Металлику. Если вы фанат Металлики, то это гитара, которую вы всегда себе хотели. Так же, как и я. Всегда хотел себе гитару, как у Джеймса Хэтфилда. Гитары, как у Джеймса Хэтфилда, их очень трудно найти. Почему их очень трудно найти? Потому что компания ESP, компания ESP, как и все японские компании того времени, они воровали. Воровали беспощадно и добросовестно. Воровали все, что можно. И копировали, копировали, копировали все. Даже когда уже компания ESP становилась довольно-таки, ну, именитой. Это ж кто? Кто там первая? До Кирка Хаммета. Кирк Хаммет это был первый из Металлики, который в компанию ESP пришел. Скотт Иэн привел. Скотт Иэн из Anthrax. Ну, а до этого был, понятно, Джордж Линч. И Джордж Линч, там больше, конечно, как бы было стырино Скреймера на камикадзе Джорджа Линча. Ну, там, что-то вот они попытались. И получилось. Я же ничего не говорю, что там плохая гитара или как-то. Ну, это там что-то с Джексоном и с Креймером они там вместе соорудили. По-моему, сделали ему хорошую-хорошую гитару вот этого камикадзе. Потом вот это пришел Скотт Иэн там. Ну, как-то, короче, и четверка Трэша, понятно, все они штусовались вместе. То есть, Скотт Иэн сказал Кирку Хаммета, вот, пойди возьми себе гитару. Кирк Хаммет на то время, это, что там, 89-й год, собирался ехать в Justice, как там он назывался, World Justice Tour. То есть, мировой джаз, мировая справедливость. Ну, End Justice for All альбом, это и справедливость для всех. А тур назывался Мировое правосудие или Мировая справедливость. И он себе делал гитару в тур, которая... Ну, он ездил, правда, там с несколькими гитарами. Понятно, у него Том Эндерсон, о котором вы на этом канале много раз слышите. Том Эндерсон, одни из первых прототипов. Вкрасно-то тоже Том Эндерсон уходил из Шектера, начал делать свой собственный кастом шапп там и так далее. И Кирк Хаммет тоже был... Ну, это звезда, была в 88-м году, он был назван лучшим гитаристом года там, или как-то там, мире там, года в мире, что-то такое. И все, понятно, хотели всунуть Кирку Хаммету в руки свою какую-то продукцию. И вот Том Эндерсон умудрился, и, понятно, ESP, но уже ESP как бы там, я не знаю, сговорились через Скотта Иэна, сделали ему Зорлока. Он с Зорлоком ездил в туре Injustice for All. Зорлок, что такое Зорлок? Зорлок это М2. Это не М2, это даже SL2H. То есть это Джексон, Солуэст, тут и голова. Кстати, вот полная-полная Джексона Солуэст. Об этой гитаре мы отдельно вас с вами поговорим, потому что это видео не этой гитары. Но Кирк Хаммет до тура где-то все-таки делает себе вот эту гитару ESP. И ESP там, Custom, да, написано вот. И Джеймс Хэтфилл тогда тоже переходит в фирму гитар ESP. И переходит он туда потому, что Гибсон всегда, всегда, абсолютно всегда были людьми недалекими. Я это, ну, все, что касается инженерной мысли и так далее, это, конечно, у них были очень прорывные, там, прорывные просто у них были действия, что касается, ну, опять же, Эксплору изобрели они, Стрелы изобрели они, там, Лес Полы, все это, это Гибсон. Значит, этого у них не отнять. Это гитара, которая делала рок-н-ролл. Но, что касается вот веры в то, что рок-н-ролл это не только музыка 60-х, а рок-н-ролл это также металл, они как-то вот немножко все, все блюзу. На ней мы верим в блюзу, это ваше вот это вот шум и гам, это это говно, короче, какое-то. Даже Fender, Fender и то больше они в это верили, потому что Fender там, Шайрон Мейден и там и так далее. По-моему, один из самых первых Fender'ов, что-то там в Британию как раз поехал, вот на вот эту волну, новую волну британского хэви-металла попадал. Ну, там Кори Галлахер была первая, вроде бы как самый первый Fender попал в Британию. Ну, Рори, Рори в смысле, Рори Галлахер. Но там, там тоже это все связано. Такая история еще. Ну, Fender'ы вот именно попали как раз на туону Iron Maiden там и все эти дела. А Гибсон все не хочет. Джеймс Хэтфилд играет на 84-м. 84-й, кстати, что отличает Гибсон 84 от всех остальных Гибсон 84-го года, это нет вот этой вот накладки. То есть, вот так вот он выглядит, там чуть видоизмененные ручки. Ну, вот это Гибсон. Джеймс Хэтфилд, понятно, человек неимовернейшего таланта, что касается всего, что связано с гитарами. Он берет и круто выглядит. Да, Master of Puppets, когда Металлика просто пробивает стратосферу, Оззи Осборн их вытягивает с собой в турне, и они чуть ли не затмевают с собой Оззи Осборна. Там, говорили, так вот происходило, что Металлика на разогреве Оззи, там Оззи просто уже не знал, как выходить после Металлики, насколько там это все было дебошно во время концертов. И Джеймс Хэтфилд играет, понятно, на Гибсоне, и в то время он где-то еще пытался играть на Джексоне в Flying V. Как-то не зашло ему в Flying V после вот этого Ося 4-го Эксплора, потому что он играл, он же начинал на Flying V, первый альбом это Kill'em All и так далее, перешел на Гибсон, Гибсон, видно, не захотел с ним сотрудничать. Там история мутная, но Джеймс Хэтфилд перестает играть на Гибсонах и переходит на ESP. ESP, понятно, компания, которая без всякого зазрения совести воровала все, что можно. Они говорили, мы вам сделаем все, что ты хочешь. Сделай любую форму. Ты мне нарисуй, я тебе сделаю, и мне все равно. Что ты хочешь, гитару такую же, как у королевы, сделай. Ну, то есть мы без всяких проблем у тебя своруем для тебя все, что надо, потому что нам надо, чтобы чуваки такие, как Джеймс Хэтфилд и Кирк Хаммед стояли на сцене. У них тут написано, чтобы было ESP, не DVX. Мы об этом еще поговорим. Так вот и начинаются влажные мечты всех малолетних гитаристов, которые пытаются играть на гитаре и любят группу Металлика. Понятно, Джеймс Хэтфилд с вот этими усами известными, знаменитыми. Вот это с этим низковисящим эксплорером. Это самая икона, икона того времени. И я все время рос. Понятно, это была гитара моей мечты еще когда, еще в далекие 90-е, когда к этой гитаре я не мог приблизиться, ну, как минимум, как минимум на расстояние, я не знаю, там, 10 часов полета на самолете. Ну, то есть это было совсем-совсем нереально для меня, такую гитару в 90-е. Ну, в 90-е было нереально вообще даже китайскую подделку. Я помню, у моего кента был Лас Пол фейковый, чистый такой, чипсон. Ну, так вот, блин, для меня это казалось верхом крутости по сравнению с тем, что у нас было. Уже потом, приехав в Америку, я как-то начал работать над мыслями, что да, вот я захочу гитару, эксплору. Но я до сих пор тогда еще не понимал, что такое ESP, что там Джеймс Хэтфилд играет. Ну, то есть, когда ты только начинаешь, ты еще не разбираешься в этих всех фирмах. И в 2006 году я начал посматривать на свою первую настоящую электрогитару. Я захотел себе купить. Я смотрел на вот эту вот брызги психозабрызванную кровью, тоже эксплору. Ну, он такой, я смотрю, думаю, ну все, эксплору, но что-то он выглядит тут не так. А это EX. EX, это ESP, вот пыталась. В то время, когда выходили EX, они перестали делать ESP MX-250, MX-220. Ну, MX-220 они перестали делать немножко раньше, потому что Джеймс Хэтфилд перешел на MX-250. MX, это значит Metallica Explorer 250, это 250 тысяч йен. Это так расшифровываются гитары, допустим, как Zorlok. Это был MM-280, то есть Metallica M, форма M, 280 тысяч йен и так далее. Ну, это такой вот чисто японский, японская маркировка. Но MX-220, понятно, тоже это был MX, Metallica Explorer 220 тысяч йен. Начал Джеймс Хэтфилд играть на MX-250, разница у них была немножко, немножко видоизмененная дека на 250 была тоньше, чем на 220. На 220 она не такая толстая, как, допустим, Les Paul, но все-таки была чуть потолще. 250, это вот примерно как эта гитара, она довольно-таки тонкая. Сегодня мы с вами попытаемся замерить, если мой калипер, как он по-русски называется, если он еще работает. На 11-й минуте видео, заканчивая с этой предысторией, ну, понятно, это канал гитарной истории, никуда вы от этого не могли деться. Я вам скажу, что я тогда вот понял, что EX мне абсолютно не нравится. Джеймс Хэтфилду была дана одна гитара EX, вот это он ее абсолютно не захотел на ней играть. И так же примерно, как и у меня такие у него мысли были, я где-то считал, после этого я не мог найти, потому что где-то я хотел уже это притулить в какое-то видео, но не мог найти. Но была какая-то фотография, где она стоит, вот эта EX, возле Джеймса Хэтфилда, где-то у них на студии. Он никогда с ней, ну, не был замечен в руках, держащий эту гитару, была она только замечена рядом с ним. И все. Потом, сейчас можно купить, там, MX-2, по-моему, называются уже эти гитары, там, Custom Shop и в Kizu вам закажут до сих пор. Япония, они не брезгуют, они вам сейчас все, что хочешь, закажут. Вы же смотрите, там, на Grassroots, что там еще, Edwards, там, вот это все, и ESP-шные конторы, которые, ну, им, им, они могут вам сделать все, что хочешь. И только так, чтобы, ну, не сильно бросаться в глаза, там, Гибсону, потому что не хотят судиться. Уже компания вроде бы как респектабельная, у них есть свой, свой, своя репутация и так далее. Поэтому они делают это все как-то немножко, немножко огородами. Ну, они вам сделают. И вам сделают также гитару, на которой будет написано ESP, полная, как у Джеймса Хэтфилла. Только вам надо будет ее покупать в Японии. Скорее всего, в России вам даже, может быть, и пришлют в Америку. Ни под какими предлогами ее сюда не пришлют. И даже не просите, и даже не переплачивайте. Можно ее там купить, сюда привезти, как ручной, как свою. Но никто ее сюда не будет присылать, потому что эмбарго на эти гитары там или как-то так. Поэтому заканчивая это все, я вам скажу, да, у меня были гитары MX-250, отличнейшая гитара. Это тогда вот, в тот момент, когда я думал, все, моя мечта сбылась, эта гитара никуда не идет. Я играл на ней, улыбался. Но мне начал чувак предлагать за нее очень... Ну, там история уже рассказывала, если хотите, я еще потом расскажу. Но то отдельно это тоже долгая история, как мне начал человек предлагать. Ну, столько бы она предлагала, я не мог даже... Просто не мог ему отказать с той гитарой. После этого была у меня мечта, что я все-таки когда-нибудь себе возьму. Но уже или MX-220 и тфак, то есть гитара с факами на этом самом... Но недорогущие сейчас, и что-то они переоцененные, редкие, потому что гитары... Или я себе сделаю кастомовую гитару. Где я ее хотел делать, я все еще тогда не мог собраться с мыслями. Близко я подошел к тому, чтобы заказать, уже даже зашел на сайт, там начал что-то там тыкать пальцами. То есть я хотел себе гитару такую, чтобы была не точной вот ESP кастом, как у Джеймса Хэтфилда. Вот что-то вон такое же самое, но что-то вот свое туда добавить. И Amphi Sound были гитары. Amphi Sound гитары у меня был типа Les Polo, Single Cut Amphi Sound. Гитара обалденная, мне-то она нравилась. Я хотел, думаю, все, сейчас Amphi Sound. Я пошел, листал, да, недели две, наверное, я рассматривал на их сайте все их гитары, что они делают. Там отличные гитары они делают, тоже кастомовые. Там у нас, мне же нравится вот эта вся египетская тема. Всегда хотел себе гитару с фараоном, там такое. Ну, вы знаете, где она там у меня делась. Где-то, короче, она у меня была. Вот, это на случай, если кто-то вдруг, может, канал не смотрел до этого. Но все-таки я себе осуществил эту мечту. Я Майку Лерну послал одну из своих гитар. Я говорю, Майк, рисуй мне фараона нафиг. Потому что я всегда хотел гитару с фараоном. Вот была у меня что-то такая мечта. И она осуществилась у меня вот на этой гитаре. А на Amphisa он там был, ну, прям совсем. Там аж хэдстаг такой был, как вот эта голова вот этого Болгора там или что-то такое. Ну, там, короче, я вот что-то нравилось. И я уже вот зашел даже заполнять начал. И как-то там что-то случилось там. И... А может быть даже и случилось, что вот тогда, в тот момент, я купил себе вот этот MX-250. Потому что я помню, как раз в тот момент было MX-250, там все. И... А что-то вот аж интересно. Ну, ладно. Потом я, короче, отбросил как-то Amphisaound. И я начал подумать... А! Я начал подумать над Kenneth Lawrence, то есть KL Explorer. Это вот следующее. Я переключился с MX-250. Типа такой формы Explorer. Я переключился со своих там кастомовых. Я думаю, если я себе буду заказывать кастомовую гитару, я буду заказывать ее у Kenneth Lawrence. Все. Вот так вот четко я что-то был настроен. Даже уже начал звонить, там, поспрашивать, там, узнавать. Там говорят, да, ты четыре года подождешь. Я думаю, блядь. Цена меня не сильно напугала. Там можно было... То, что я хотел, можно было и в 10 тысяч вложиться. А там и выше, там, выж не бойтесь. Это... Это Kenneth Lawrence, это не просто так. Но я вот сидел и думал, четыре года, да. И я видел, вот часто чуваки писали, что, да, вот тебе сегодня что-то хочется. Через год даже тебе еще хочется. Ты все, все, сто процентов тебе надо эта гитара. А через три года у тебя уже такой, блин, поменялись. Ну, то есть ты с Explorer полностью перешел на стратоподобные шредеры. И все, вот не можешь. Вот тебе понравилось. А у тебя-то уже заплачено пять тысяч аванса. И ты ждешь ту гитару. Я видел, часто вот такое бывает. Люди продают гитару, там, типа, эй, покупай гитару. Прямо сейчас сразу, там, 30% скидка. Гитара еще находится там. Или у Тома Эндерсона, или у Джона Сура, там, или еще где-то. Вам сразу от них придет. Потому что я передумал, это уже не мое. Мне-то, кстати, пришла гитара Sur полностью из Коа, сделанной в счет, в счет у того MX-250, который у меня был. То есть человек настолько хотел мой MX-250, меня перенаправил Sur, сделанный полностью из Коа. Отличная же, это уже гитара была. Перенаправил мне, она пришла сразу, абсолютно нулячая плюс. У меня там R-C-7. Ну, короче, это, это, это интересная была история. Так вот, я все думал, думал, думаю, ладно, не буду заказывать у Кенефа Лоренца. Я лучше просто ее где-нибудь найду и куплю. То есть я всегда, я еще до сих пор сижу, и у меня четко настроенный такой взгляд на любые Кенефа Лоренца и Эксплореры, которые появляются. Как-то я пропустил один за 5,5 тысяч. Сейчас такие они уже по ценам не появляются, но был отличный все, что мне нужно было в Эксплорере. Там было за 5,5 тысяч, я его упустил. Жалею до сих пор, сейчас такие гитары и за 10 не появляются. Ну, мы потом вот возвращаемся, канал гитарной истории начал уже там. У меня начались свои вот эти вот тусовки с гитарами там, то есть как-то начал больше делать гитары, которые интересны вам, там, ну, учитывая ваше мнение. И я начал все-таки съезжать уже, как бы так, в образование моей коллекции. А что в мою коллекцию, ну, там, в костяки мои, ну, уже об этом все говорили, в костях моей коллекции входит. Это гитары со смыслом. Я сделал отдельное видео, ну, потому что я хочу в своем костяке держать именно гитары со смыслом. Все остальные гитары это так, ну, гитары, да, гитары там, поиграть, хорошо, все. Но я хочу гитары со смыслом, это то, чтобы у них была больше как коллекционная ценность, чем что-либо другое. Потом, понятно, идет их гитарная ценность там и все, и так далее. Ну, то есть вы уже понимаете, о каких гитарах я говорю, может быть. И вот как-то так получалось, что Кеннет Флоренс у меня отходил на задний план все дальше и дальше. То есть, ну, как-то, я не знаю, что-то вот мысли вот эти вот, вот эта вот четкость получения этой гитары у меня отходила все дальше. Там появляются другие гитары, у меня Уиджи, Уиджа появилась, Зорлок появился. И как-то вот это вот все у меня такое, ну, все, ну, ну, что мне еще надо? У меня есть Уиджи номер 01. Эта гитара, это даже больше мечты, чем MX-250. Это MX-250, я сейчас, если захочу, я могу, я ее на 200, ну, то есть, я ее могу на MX-220 поменять легко. Ну, то есть, легко. Ну, не на тот, конечно, что продают там за 30 тысяч долларов. Это я, это тоже можно гитару за 30 тысяч долларов выставить, пусть стоит, да. Но они примерно вот это одинаковой ценности. То есть, я сейчас, если захотел, я могу MX-220 взять в счет, за счет Уиджи. Ну, как-то вот отпадала идея. И потом Димон, Димон, который спонсировал многие видео, прислал мне много подарков по 90-м. У меня, кстати, уже целый мини-музей по 90-м. Игрушки, кассеты, картриджи, там, все, что хочешь. Есть книги там. Да, все интересно, короче, у меня есть. Все из вас тут следят за каналом, видели эти видео, выходили время от времени. Димон, он и живет в Теш... он живет, по-моему, в Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде. Сейчас я достану сертификат, мы уже идем сейчас точно подходим к обзору. Это ж вам ее еще слушать. Я сейчас нашел полностью по ценам ее разобьем. Я там снимал 12 минут звука на нее, но я вам сделаю минуты полторы-две, там, я не знаю, посмотрим. Гитара. Гитара DVX. DVX это мои инициалы плюс Explorer. То есть, Дмитрий Виляйкин Explorer. Или Explorer Дмитрий Виляйкин. Короче, как хотите, так и называйте. Но это DVX. Я не хотел делать себе чистую... Не хотел, чтобы мастер занимался тем, чем занимаются сейчас сарайные китайцы. Раньше занимались ESP-шники. То есть, полностью-полностью делать подделку чего-то другого. Эта гитара чисто в единственном экземпляре. И так как я хотел себе сделать свою кастомовую гитару, она вот у меня получилась. Димон. Димон. Он живет... Я же сказать вам хотел, где это все происходит. Ну, в России это происходит по-любому. Ну, в Нижнем Новгороде. Не правильно, жмурки, штамп снимали возле Макдональдса. Потому что Димон, говорит, он живет прямо там, возле того места, где снимали. Возле Макдональдса. Вот тут там. Короче, Нижний Новгород, да, будем называть. Я знаю, Леха тоже из Нижнего Новгорода. Он все говорит, что он там с этой самой тусовки. Короче, Андрей Бородов. Я сюда всю информацию, понятно, приклею. И гитара называется DVX Custom. Серийный номер 001. Сделан 30 декабря 2019 года. Сертификат на обоих языках. Сделан. Это все фотографии. Вы сюда видите эти фотографии. Производитель гитары. Это Ruler Guitars. То есть, Андрей, его фирма называется Ruler Guitars. Ruler это или линейка, называется Ruler, или властитель, руководитель, управляющий. Короче, такое. Модель DVX. Понятно, это чисто. Моя больше гитар DVX нет. Производство Россия. Год 2019. Форма Explorer. Дека. Африканский махагани. Во время строительства этой гитары я фотографии всегда в своей соцсети вставлял. То есть, там вот из какого буска она была сделана и так далее. В Инстаграме я всегда вставлял. Такие фотографии я в основном в Инстаграме там пытаюсь вставлять. Но вы сейчас их здесь смотрите и видите эти фотографии. Да, то есть, африканский махагани был адека, а гриф был гондурасский махагани. Отличались они немножко по цвету. И что-то там мне Андрюха даже говорил. Что-то он мне там писал, говорит, я вот там хотел, а вот это самое. Я говорю, да ты делай, ты не бойся. Я, что касается вот именно вот этого всего веры в дерево, я верю, что махагани будет звучать лучше, чем куст сирени или слива. Ну, что касается гитары, деки, гитары. Но я не настолько вот прям на этом зациклен, что нужно прям, чтобы вот было бразильский палисандр. Хотя, да, когда я гитару первая смотрю, меня всегда привлекает бразильский палисандр накладка, чем какой-то другой палисандр. Ну, я говорю, ладно, я не волнуюсь по этому поводу. На этом дешевле там это все выходило. Просто тяжело достать вот именно те сорта, которые там. Не тяжело, а, ну, да, что-то там, короче, так оно получилось. Я насчет этого не сильно волновался. Накладка грифа «Эбон». Я их «Эбони» называю, черное дерево. Тут тоже, если вы посмотрите, это больше «Эбони» похоже на, как это называется, «Бледная луна». Кизл сейчас любит их делать. То есть «Эбони» – «Эбони» рознь. «Эбони» я уже в нескольких видео показывал, как растет дерево. «Эбони» – это кора коричневая. Там даже не кора, а вот внешняя оболочка дерева коричневая. Все как обычное дерево. А вот стержень идет чисто графитовый такой черный. И он отличается, понятно, от дерева к дереву, там, от климатических, там, этих всех делов, там и так далее. То есть есть вот эти прослойки белые. И на этой гитаре они есть. То есть чисто-чисто вот такого вот, чтобы она цветом была, как вот эти вот пластмассовые, черные пластмассовые кольца вокруг звукоснимателей. Чтобы найти такой, как вот, допустим, он на Кизо Custom Shop подписной гитаре Кирка Хаммета. Ну, это одна из самых топовых гитар, которые Кизо вообще когда-то сделали. И оно прям вот гранит четкий такой вот. Вот. И вот это Ebony, и вот это Ebony, оно такой четкий гранит. Твердый, жесткий, все как надо. Без всяких там пробелов, без всяких этих. Но то дерево, как говорит мастер, что если найти вот прям такой вот, прям такой вот кусок найти Ebony, это может стоить оно больше, чем вся эта гитара стоила. Я это понимаю. И тут уже даже не больше, как звуковая составляющая. Вот именно, ну, знаете, как мне хочется, чтобы у меня были слоновые кости, там, рукоятка ножа. Вместо того, что, ну, вы поняли, да, или зачем мне это вам объяснять. Тем более, на русском языке вы мне так это все пишите в комментариях. После того, как называете меня каким-то фунфурье. Конструкция грифов вклеенной. Ну, все как обычно, да. Здесь пятка, здесь идет отличнейшая пятка. До стача. До 22 лада здесь без проблем. Просто абсолютно от слова совсем нет никаких проблем, чтобы играть на 22 ладу. Вплоть до 4 струны. Никаких абсолютно проблем с этим нет. То есть, отлично сделанная пятка. Все хорошо, красиво здесь. Здесь нет у меня абсолютно никаких проблем. Мензура 24,34, то есть, 24,75 по дюймам, 628,7 мм. Ну, это, я так понимаю, 24,34, то есть, мензура гибсоновская, что я приветствую очень-очень сильно. Хоть мне не нравятся шреддеры, фендеры и так далее, мне нравится гибсоновская мензура. Особенно на гитарах для ритма, а тут, понятно, нет машинки, там и так далее, 22 лада, то есть, Джеймс Хэтфилд играет в основном ритме. На них нажимать легче. Поставил сюда десятки на 24,34, нажимается очень легко и играется просто, 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 мне кажется, что играется немножко легче. Для блюза, чуваки, которые любят, чтобы канаты прям рвали, у тебя пальцы, пальцы, там, кожу на пальцах, они хотят тринадцатки поставить на больше мензуры, там, и так далее. Но это, это, это свои особенности игры на гитаре, тоже есть и, как говорится, на вкус и цвет фломастеры. Лады 22, Джескор, Стейнлес Стил, Фред Вайр, 51, 108. Это было моё, вот, одно из таких условий, да, второе моё условие. Первое моё условие какое было, хочу гитару Explorer, типа MX-220, 250, что-то такое, и я даже не говорил. Это было мой такой, скрытый, вот, по толщине гитары, я знаю, что фейковые, я это говорил на распаковке, фейковые, фейковые Explorer, они идут толстыми, то есть, как Les Paul. Ну, просто обычную гитару, у них вот уже нарезанные идут бруски гитар, там, что они делают, Колянов, там, Зюзи, так далее, ну, фейковые гитары Fender, фейковые гитары всех, и они такой же толщины, просто видоизменяют форму. А толщину они не здесь, вот толщина, что вы понимаете, это экстра усилий в сараях должны эти чуваки применить, чтобы сделать форму деки тонкую. Я не говорю, какую я именно хочу, но Андрей сделал это правильно, я помню, когда достал эту гитару, глянул от деки, я уже тогда, у меня от души полностью отлегло. Я не знал, что я ожидаю, потому что меня Димон, так сказать, свел с Андрюхой, потому что они там рядом живут, Димон ходил к Андрюхе домой, часто там что-то разговаривали, мы даже по скайпу там созванивались, но я не знал, кто это такой. Я посмотрел фотографии, но опять же, посмотреть фотографии на интернете, на сайтах, это как посмотреть фотографии, опять же, на Алиэкспресс, ты не знаешь. Но я верил, что это не сарай, я знаю, что это не сарай, когда человек делает сам, я уже знаю, что это и человек делает как бы с именем, так как здесь это Ruler's Guitar, это Ruler's Guitar, там и Андрей свое имя ставит, это не сарай, который просто хочет быстро срубить бабки на лохах, которым подсовывают всякое вообще непонятно, ну колено. Второе, ну вот это вот, это было мое первое, это голова, голова, эксплорер, дека и голова, я хочу голова, банана, вот чтобы оно подходило под эту, там у нас были немножко, он там чуть-чуть видоизменил голову, то есть он не сильный самый банан, ну и не такой как, короче, здесь что-то ближе к 84-му Гибсону, чем вот там, к абсолютному банану, как допустим на, ну там на Креймера, да, вот эти вот, бананы, и эта голова как раз сюда подходила, эргономично, органично, органично она подходила к этой деке, я увидел все, там хотелось как-то, может, чуть-чуть еще подправить, но я думаю, нет, там сейчас начну я вот это микро, микро это, заниматься управлением, и оно только нападет, хуже сделает, поэтому я прекратил, но мой второй был, я, ну понятно, сказал, что лады из нержавеющей стали, все, если ты не можешь поставить лады из нержавеющей стали, я не буду, мне такая гитара не нужна, и он взял лады, Jesker stainless steel, то есть нержавеющая сталь, высокие лады, они по толщине джамбо, то есть джамбо, высокие лады из нержавеющей стали, все отлично, и вот я ж опять же, почему я столько ждал для того, чтобы делать этот обзор гитары, я ждал, чтобы эта гитара высохла, чтобы она вот здесь в Калифорнийском, после зимнего, она приехала мне в январе, то есть она делалась всю осень, вплоть до января, она делалась в Нижнем Новгороде, в России, потом она перелетала в Калифорнию, в жаркую, и здесь она была у меня в жаркой Калифорнии, и я смотрел, насколько все-таки оно усохнет, сядет дерево, насколько оно было сухое, то есть если, по-моему, здесь было сухое, то лады повлазили, лады не повлазили абсолютно никак, их не надо ни ровнять, ничего с ними делать, то есть это показывает мне, что все сделано отлично, это бы то, что я сейчас бы прокомментировал, то есть как бы негативные аспекты, да, там, китара хорошая, мастер хороший, да, ну вот, блядь, в смысле, плохо дерево не высушилось, хорошо, может он там немножко купил дерево, не такое, тут лады, такого я сейчас не скажу, и это большой плюс, то есть большой плюс, опять же, что, если бы у меня попросили, порекомендуешь ли, я уже рекомендовал, я уже рекомендовал, там уже, по-моему, два человека делают, там один делает такой супер шреддер в форме телекастера, тоже у меня спрашивали, я говорил, я все, я ручаюсь, ну, ручаюсь, сколько я, сколько я могу ручаться с моего опыта, опыта только вот на вот этой гитаре, колки здесь отличные, колки я не покупал, колки купили вы, понятно, как и всю остальную эту гитару на струнках, я просто нашел самые дорогие колки, которые я мог найти, локовые колки, подходящие мне по цвету, я сказал, там они 8, по-моему, они стоили 8 тысяч, сейчас у меня здесь же все разбито, колки 8340 рублей или 133 доллара под тем ценом, это я просто написал стрункам, сказал, у меня там есть что-то, там у меня в моей кассе, они говорят, да, есть, я говорю, вот мне такие колки надо, и, понятно, там еще я заказал бридж и стоптейл, это все то, что мне от вас досталось, это то, что вы проспонсировали эту всю гитару, когда вы идете на струнки, покупаете с моим промокодом гитарные истории, это все, все, что я говорю, вам дается скидка 7%, а мне даются вот эти вот плюхи, и вот эти плюхи, они там что-то собирались, собирались, и когда я им написал, что мне нужны колки, они прислали эти колки сразу мастеру, прислались оттуда, где они, и также с бриджем, ну, мы до бриджа сейчас, да, вот как раз, бридж Тюноматик Шалер GTMCH и стоптейл Шалер BH, BH, как там, короче, матовые такого цвета они, интересного, потому что звукосниматели, понятно, здесь стоят, хэдфилдовский сет, тоже они стоили 7440 рублей, или 119 долларов, тоже я на струнках просто заказал, и они прислали мастеру, я ничего, ничего не платил, звукосниматели Димон купил где-то там по Авито, или где-то там по месту, короче, он заказал бэушные звукосниматели, но вроде, я тогда только боялся, я говорю, только не фейковые, чтобы были, чтобы не с Алиэкспресс какого-нибудь, и они пришли, все здесь, понятно, здесь книжечка EMG, на фейковых, я не знаю, она есть или нет, но у меня были несколько EMG звукоснимателей, которые я покупал, все здесь, все так же, как на звукоснимателях EMG, даже был медиатор Джеймса Хэдфилда, это черный, черно-зеленый, я его уже был на стоице, я его изыграл, он уже стерся полностью, краска, но звукосниматели, звукосниматели не фейковые, я вот это боялся, димонах покупал за, это опять же бэушные звукосниматели, димонах покупал за 15500 рублей, то есть 247 долларов, по тем деньгам, это бэушные звукосниматели Джеймс Хэдфилд, подписные звукосниматели, или как они называются, Headset, электроника трехпозиционный, переключатель, ручка громкости, ручка тона, датчики EMG GH Set и цвет белый, что покупал мастер, мастер помимо, давайте сейчас я по ценам расскажу эту всю гитару, но до того, чтобы вы уже точно знали, и до того, как мы с вами перейдем к плюсам и минусам, работа, дерево, краски, лаки, рамки, звукоснимателей, то есть покраска, дерево, работа, все это, рамки, звукосниматели, вот эти пластмассовые кольца, как я их называю, крышки, крышка анкера, тут же еще вот эти крышки, я так понимаю, крышки, которые под батарейку идут, потому что активные звукосниматели, и под эту крышку, а также крышка анкера, это все покупалось мастером, стрэп-локи, стрэп-локи, кстати, очень-очень хорошие, это не локовые, но они очень хорошие, я это все сюда в домах фотографии, при это самое присылать, как приклеивать, прикалывать, ну, хорошее, это все тоже мастер покупал, лады, ручки потенциометров, понятно, это все покупал мастер, все это стоило 50 тысяч 964 рубля, нифига, тут аж до копеек чуть ли не доходит, или 810 долларов по тем деньгам, то есть гитара, вся гитара, и опять же, если бы это были не лады из нержавейки, это вышло дешевле, если бы это был не эбони накладка палисандр, это было бы дешевле, ну, и понятно, если бы там были не махагани, а другие какие-то сорта дерева, это бы тоже вышло, скорее всего, дешевле, если бы эта гитара была, допустим, формы фэн, ну, стратокастер, тоже, скорее всего, это было бы дешевле, но это вот 810 долларов, то есть это вот к вопросу о цене. Эта гитара, в общем, ну, я же вам сказал уже цену на эти самые, на бриджи, а, кейс еще, ну, кейс там 48 долларов, то есть с гибсом, гибсон эксплорер кейс, там только он бэушный, и на нем ручка, ручка отпала, там, веревку, короче, ну, его просто покупал за 48 долларов для того, чтобы ее прислать, чтобы гитара ехала в кейсе для сохранности, то есть все это, все это стоило 92 744 рубля или 1447 долларов по тем деньгам, 1450, 1450 долларов стоила эта гитара мне, под ключ, так сказать, вам света там хватает? Понятно, электроника, здесь я вам все это сфотографирую, здесь ничего такого особого нет, потому что это, ну, просто с EMG, с EMG достали, все сюда всунули, провода, они все идут уже с EMG, тут совсем просто даже припаивать не надо, потому что там уже все таких просто всунул и защелкнул, идут все вот эти новые звукосниматели EMG, не только сами звукосниматели, можно достать, всунул, высунул, также и на потенциометрах на всех вот эти все, короче, тут это намного-намного упрощено, поэтому я вам ничего не могу сказать, как, знаете, вот по гитарам, когда делаешь обзор, там, а, вот тут фурнитура такая, тут электроника вот такая, все такое, я вам уже сказал, что я покупал-покупал, я самое дорогое, что мог я найти на струнках практически, что касается фурнитуры, потому что я хотел, это моя гитара, я делал ее, так сказать, для себя, поэтому здесь форму гитары вы уже увидели, вы увидели здесь всю фурнитуру, порожек, кстати, порожек костяной, все нормально, теперь я просто хочу вам показать работу и рассказать о работе мастера, потому что это, я думаю, сейчас самое главное, о чем все там двое из вас оставшихся смотрящие это видео волнуются. К работе мастера, учитывая все, что я вам сказал, работа с нержавейкой, там, и так далее, вот это все, что моя форма, там, все сделано так, как я хотел, я сказал, лично, когда ты общаешься с мастером, когда у тебя постоянно идет контакт, а не как с Кеннетом Лоренцем, ты ему сказал, а через 4 года только от него что-то там можешь услышать, ну, не так, конечно, это я утрирую, но это все, учитывая плюс цену гитары в 1400 долларов, и только потому, что я всунул сюда столько всего комплектующих, сама гитара, работа и так далее, это 800 долларов, то есть человек за 800 долларов делал мне гитару, поэтому у меня претензий нет, к 800 долларов, у меня претензий нет, потому что за 800 долларов я видел гитары, которые сделаны намного хуже, что касается и мексиканских фендеров, ранних, когда они стоили по 700-800 долларов, что касается и некоторых корейских гитар, например, как Дин, который я покупал за 999 долларов, Дин Рейзербэк был ужасно сделан, и он чисто тупо, потому что мы дерево, и все было намного хуже, некачественней, и сборка иногда бывает, даже на некоторых фендерах, и американских фендерах, и американских гибсонах, можно увидеть какие-то недочеты, поэтому то, что касается общей работы, я доволен на 100%, это 5-5 баллов, никаких претензий, что касается маленьких, да, вот если можно докопаться, я буду здесь честным, я вам говорил, что я буду честным в обзоре на эту гитару, так я делаю на всех гитарах, до чего можно здесь докопаться, до чего, это какие претензии мог бы я сделать, если бы я был каким-то, вот знаете, таким фонфурье, я бы написал, о, подожди, я что-то сделал так, во-первых, ну я подторапливал, потому что хотелось ко дню рождения канала, вы все помните, если кто-то из вас помнит, вот то время канала, да, я хотел эту гитару ко дню рождения канала, большой стрим там и так далее, два года каналу, делаем распаковку или обзор этой гитары, я подторапливал, там не получалось у мастера, он мне уже сказал, пожалуйста, я тебе фотографии присылаю, ты их не выставляй, они там в инстаграме и так далее, потому что сглаживаешь, ну что-то вот суеверия такие появились, так, мне надо это, наверное, закрыть, ну вот что-то суеверия такие, они появлялись, я говорю, там то не получалось, то это не получалось, и вот покраска, с покраской здесь, конечно, у него были какие-то, как он мне-то говорил, проблемы, и я их вижу, да, здесь покраска, что получается с покраской, вот понятно, что здесь закрывается, допустим, гитара уже красится, когда она сделана, закрывается здесь накладка, но накладка, как она закрывалась, здесь видны протеки краски, протеки краски под вот эту изоленту, которая закрывалась накладка, То есть здесь даже есть капельки, которые на лак попадали, сбоку она, понятно, пролакированная, и это мелочи, но они придают такой вид, как бы, ну, у Тома Эндерсона этого не будет, допустим, да, вот если так, это придираюсь чисто-чисто из-за визуальных, эстетических, даже не из-за того, что вы там увидите здесь что-то, я вам сейчас только если на фотографиях буду показывать, и я просто потому что хочу быть честным. Я вам говорю, что это никак не должно повлиять на ваше мнение к мастеру, это просто я хочу быть честным, так как я всегда делаю обзоры на все гитары, эта гитара была мною куплена, то есть она была мне не подарена и так далее, и я говорил сразу, что я буду делать обзор, буду делать обзор честный на эту гитару. То есть здесь можно было, конечно, немножко сделать это, как бы, ну, как так сказать, качественней, да, но я хочу еще раз, еще раз вам повторить, это бывает на всех гитарах, я видел это на многих гитарах, не у меня, потому что я на это обращаю внимание, на то, как я гитару беру, меняют, продаю и так далее, на магазинах. Я сейчас зайду в магазин, боссу не сейчас, потому что мы все под коронавирусом, все маленькие бизнесы позакрыты, но когда это все успокоится, зайду и могу найти гитару с такими же проблемами. Ну, вот здесь есть капельки, затеки и так далее, идут на накладку из-под краски. Еще что, ну, мастер мне так и говорил, он уже, он уже видел, чувствовал, что, чувствовал, что у меня будут к этому претензии, он меня предупреждал, говорил, лак высыхает, и он прав, лак высыхает несколько месяцев, то есть он не сразу взял высох как краска и так далее, и я это знал, но пока лак высыхает, у лака есть своя, это, это, может быть, из-за этого гипсон как раз и добавляет в лак вот эту свою ваниль, что гитары ванилью всегда пахнут у гипсона, эта гитара, она, если закрыть глаза, вот вам закрыть глаза, поднести к вам гитару вот так близко, то вы почувствуете, особенно если вы родились до 1990 года и жили в этом прекрасном мире, то вы услышите запах, запах, запах детства, так сказать, то есть индустриальный такой запах, запах лака, ну, не такой вот запах лака, как, допустим, если вы дети 90-х, то у вас, может, какие-то свои там представления о запахе лака, а вот именно запах индустриального такого смешанного с краской, ну, не то чтобы какой-то отвратительный, такой, ну, я, допустим, могу сейчас увидеть, что если кто-то очень изысканный, очень хочет увидеть у себя в руках гитару Кеннесса, если бы такая гитара пришла от Кеннесса Лоренса после 4 лет, я сразу, после 4 лет ожидания, после 10 тысяч долларов и так далее, если бы мне пришла такая гитара вот с такими потёками и с запахом таким, как это, я бы сейчас вам делал разгромнейшее видео, это было бы совсем-совсем по-другому, просто потому, что от Тома Эндерсона, в смысле от Кеннесса Лоренса, я бы такого на них, ну, и такого не будет, но я просто говорю, потому что эта гитара была сделана, во-первых, быстро она сделана была, мы начали эту эпопею, когда в конце сентября до января эта гитара уже была сделана, то есть это огромнейший плюс, гитара была сделана за меньше, чем 1000 долларов, работа, дерево и всё такое, не включая фурнитуру, которую я сам, собственно, там покупал, это тоже огромнейший плюс, поэтому все эти минусы, я хочу, чтобы вы на них не обращали внимания, если вдруг вы думаете там, и любые ваши там вот эти вот комментарии, я, скорее всего, буду на них отзываться негативно, если вы захочете, потому что это не то, что я вам хочу сказать, а я знаю, как YouTube работает, я знаю, как ваши комментарии, вы все работаете, вы всё берёте с ног на голову, вот так вот поворачиваете и свою линию пытаетесь гнуть, иногда это работает, я позволяю, но здесь, в этом моменте, я не знаю, если я буду таким либеральным, что касается пропускания комментов, не бани, не пипл людей и так далее, опять же, что касается не само кастом шапка, а там работы, допустим, вот этот срез, срез накладки Ebony, можно было бы его заполировать и так далее, конечно, лучше, это если бы вот уже делали гитару, но это ещё раз добавление вот к этим мелочам. Порожек здесь идёт, всё отлично, всё нормально, на порожке даже написано New Bonny, New Bon, короче, New Bon, ну, New Bon, Bon это костяной порожек, порожек стоит всё отлично, здесь есть, можно было бы, конечно, додолбаться, что есть немножко выемка между порожком и самим грифом, ну, то есть не заподлицо, так сказать, это мелочи на многих гитарах такое есть, я сейчас вам достану гитару, которая кастом шап, и у неё будет такой, особенно это когда касается флойдов, то есть флойд может быть чуть-чуть уже, чем сам гриф, и получается вот этот вот бордюрчик. На отличнейших гитарах, там, Kizo кастом шапах такого не будет, на Томах Эндерсонах такого, скорее всего, не будет, на Кеннессон Лоренцах, я уверен, такого не будет, но это, опять же, это не тот калибр, о котором мы сейчас говорим, то есть я уверен, я уверен, что при желании, при времени, при всех вот этих вот средствах и всего, что доступно, допустим, Кеннессон Лоренцу, то Андрей может сделать, ну, намного-намного лучше, лучше инструмент, чем этот, я имею в виду, если бы в это я вкладывал больше денег также. Буквально сегодня мне написал человек, который знаком лично с Валерием Ващенко, я не хочу сравнивать эту гитару с гитарой Валерия Ващенко, которая у меня была, это первая гитара, которая меня прям аж так дух захватила, думаю, ну как это так, вот просто сидит человек какой-то, делает, да, в Белоруссии гитары, и прям вот такая сказка, а не гитара, под Les Paul 59-го она была у меня сделана, там своя, конечно, стояла фурнитура, то есть не гибсоновская, она была интересная, она мне делала, она делала немножко даже лучше, у меня стояли Dimarsius, звукосниматели, или Distortion, то есть гитара была как Les Paul для металла, отличная была гитара, но опять же, я ее брал на БУ на низком пороге за 2,5 тысячи, продал я ее за 3 тысячи, у меня за день ее забрали, я думаю, вообще никто не будет знать, ее никто не купит, у меня купили за 3 тысячи долларов, то есть новые они продаются 4-4,5 тысячи долларов. Мы сравниваем здесь яблоки с яблоками, а не теплые с ежиками, вы, я думаю, понимаете, что я вам сейчас пытаюсь сказать. Ну и теперь, понятно, отодвинув все вот это вот фунфуризмы, как вот это вот все называть, мы переходим к основной части гитары, то есть звук. Звук у этой гитары идеальный, как мне кажется, идеальный даже на чистом, а для металла это совсем понятно, звукосниматели Джеймса Хэтфилда, это звукосниматели Джеймса Хэтфилда, и к ним нужно привыкать. Мне их пришлось опустить немножко в деку, если ты их выше поднимаешь к струнам, как я люблю на некоторых звукоснимателях, допустим, на EMG, на чистом звуке они начинают вырабатывать дисторшн намного больше, чем мне хотелось бы, чтобы звукосниматели на чистом звуке вырабатывали его, поэтому я их подопустил ниже, и все равно это звукосниматели отличные. Эта гитара ревет прямо на дисторшне, то есть эта гитара именно делает то, что мне хотелось бы, чтобы Explorer, который сделан под Explorer Джеймса Хэтфилда, особенно Джеймса Хэтфилда, вот той вот металлики, которую я знаю, делал, и он этот Explorer делает именно это, он чувствуется отлично, играется, я здесь напоследок оставил самую-самую важную часть, то есть после вот этих маленьких и негативов, я хотел сказать, что здесь стоит двухстороннего действия анкер, и анкер я еще не трогал, анкер пришел в нейтральном положении, и как он пришел из холодного нижнего Новгорода в теплую Калифорнию, он как стоял, у меня здесь стоят струны на 0,88 мм на 12 ладу, я их больше не трогал, и если мне нужно будет потрогать, то понятно, этот анкер регулируется туда-сюда, а не просто ослабляет, если ты его крутишь против часовой стрелки, он ослабляет, то есть ты уже надеешься на натяжение струн, которые будут выравнивать твой анкер, здесь он выравнивается именно так, как тебе надо, здесь он выравнивается, но это вот еще один такой отличный-отличный фактор, который мне показывают, это вещи, которые легко запороть, это знаете, вот как инженеры делают, которые поставят дом, который хороший дом, все, но тут где-то кирпичик они забыли срезать, но дом будет стоять лучше, чем если вот это идеальный такой гладкий дом, который через два дня рухнет, то есть гриф это хребет гитары, и хребет этой гитары сделан просто на отлично, еще одна большая огромная пятерка, и огромное спасибо Андрею, потому что это для меня самое главное играется, этот гриф, как и на MX250, здесь учтены все вот эти пропорции, играется отлично, здесь, ну он как, я такие грифы называю как 60-х Les Paul, то есть тонкий, тонкий гриф, ну не самый, не шреддеровский, не шреддеровский гриф, отличный гриф, отличная дека, отличная гитара, давайте ее послушаем, и закончим все-таки на этой, на какой уже, на 40-й, 50-й, может уже за час это видео зашло, закончим это видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok